Доброе утро! В эфире «Арсенал» с вами Дмитрий Лобейко. Штурмовики, истребители, транспортники. Пока земля утопает то в снегу, то в лужах, боевая авиация все чаще поднимается в привычную для себя среду. Полеты в сложных метеоусловиях в обязательной программе подготовки летчиков. Там, в небе, нужно уметь четко действовать в любой ситуации, чтобы победить и вернуться. Птицы, которые не улетают, зимовать на юг. Для лицких грачей и альбатросов мороз и солнце – день чудесный. На старейшем аэродроме Беларуси плановые полеты. Расправить стальные крылья готовятся все типы самолетов штурмовой авиабазы. В том числе учебно-боевые ЯХ-130. Мороз, снег, туман. Летать в таких условиях может не каждый самолет. Да и пилот должен обладать целым набором навыков и опытом управления. При минимальной видимости помогают ориентироваться навигационные приборы. Они дают возможность отслеживать свое местонахождение в пространстве, контролировать параметры воздушного судна. Мы сегодня выполняем полеты в приборных метеоусловиях при установленной минимуме погоды. Отрабатываем заходы по системе двумя на 180. Полеты выполняю на самолете ЯК-130. Это учебно-боевой самолет для обучения летного состава и для выполнения различных задач по земле и в воздухе. ЯК уверенно работает на высотах до 12,5 тысяч метров. Под крылом могут находиться управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы, в том числе 500-килограммовые. Машина защищена собственным комплексом радиоэлектронной борьбы. Маневренность, легкость в управлении. Вместо аналоговых приборов здесь установлены многофункциональные индикаторы, позволяющие летчику получать больше информации, анализировать ее, ну и использовать для выполнения задач. Бомбу сбрасывал и с пушки отрабатывал. Все получается точно. Среди задач, которые постоянно отрабатывают летчики, преодоление систем ПВО. С учетом насыщенности современного поля боя радиотехническими средствами, сделать это нелегко. Но нет ничего невозможного. Особенно, если с тобой проверенный временем краж. Су-25 – это легенда авиации. Один из немногих в мире штурмовиков, самолетов, работающих непосредственно над полем боя. Простой, надежный и вооруженный до зубов, он – гроза пехоты, бронетехники и укрепрайонов. Су-25 способен подниматься в небо с грунтовых дорог. В критической ситуации взлетит даже заправленный дизельным топливом. И еще за что пилоты уважают грача – его защищенность. Летчик находится в кабине из титановой брони, которая выдерживает попадание 23-миллиметрового снаряда. Нередки случаи, когда самолет успешно приземлялся даже с одним рабочим двигателем. Он мне понравился. Во-первых, еще обучаюсь в академии, там преподавали, многие задачи были на примере Су-25. И анализируя, что, как, чему, я решил, что Су-25 – это та машина, на которой я хочу служить. Все продумано до мелочей. Легендарный самолет – лучший штурмовик. Никто еще не смог превзойти его. У него колоссальная боевая живучесть, то есть ни один самолет не может похвастаться такими характеристиками. Делать то, что любишь, всегда приятно. А если это еще и твоя служба, тогда и слово «усталость» пропадает из лексикона. Военные летчики – люди призвания. Для них время, проведенное в небе, ценнее, чем часы и сутки на земле. Поэтому и стремятся авиаторы ввысь. Как можно чаще и как можно дальше. В эфире «Арсенал». О новостях армейской недели в информационном обзоре программы. Глава государства Александр Лукашенко подписал указ о присуждении специальной премии президента Республики Беларусь 1-й и 2-й роте и оркестру почетного караула Минской военной комендатуры. Таким образом, отмечены значительные достижения подразделений в патриотическом воспитании молодежи, активное участие в общественно-политической и культурной жизни страны. Без военнослужащих РПК не обходится ни одно государственное торжество, а их яркие плац-концерты – визитная карточка белорусской армии. Генеральному штабу вооруженных сил 22 года. Центральный орган военного управления страны координирует все силовые структуры в вопросах безопасности. Здесь анализируется опыт локальных конфликтов, прогнозируется характер будущих войн, определяются ключевые направления строительства национальной армии. В компетенции Генштаба реализация государственной политики в области обороны, поддержание боеспособности и боевой готовности вооруженных сил, организация и проведение мероприятий оперативной и мобилизационной подготовки, ряд других задач. Фундаментальные и прикладные исследования в области военной науки, разработки вооружения и техники. Армейские ученые подвели итоги деятельности за 2023 год и определили перспективы работы на 2024 год. Горизонты широкие среди основных направлений совершенствования территориальной обороны, радиоэлектронной разведки, развития беспилотной авиации. В противоминном центре вооруженных сил прошел сбор с командирами мобильных групп. Участники познакомились с различными способами поиска и уничтожения взрывоопасных предметов, изучили конструктивные особенности боеприпасов и действия в нештатных ситуациях. Особое внимание применению новых технических средств при ведении инженерной разведки. Республиканская акция «Наши дети» широко шагает по Беларуси. На карте марафона добра детские дома, больницы, учебные учреждения. Одними из первых настоящих волшебников перевоплотились солдаты и офицеры, а курсанты военной академии подготовили праздничный концерт, поздравили с наступающим Рождеством и Новым Годом персонал и маленьких пациентов Второй городской клинической больницы. В Центральном доме офицеров открылась выставка «Отечеству служим», посвященная 20-летию студии военных художников. Произведение мастеров – это любовь к родной земле, благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и всем тем, кто обеспечивает мир. Армейские творцы – частые гости на аэродромах, танкодромах, стрельбищах. Для них учения и маневры – не экскурсия войска, а широкая живописная палитра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На Украине местный депутат взорвал гранаты посреди заседания сельского совета. Инцидент произошел в Закарпатской области. В результате происшествия ранения получили 26 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Сам виновник погиб. История одной страны, которая соответствует всем критериям Евросоюза. Это развод в студии Светлана Смык. Добрый день. На прошлой неделе саммит ЕС решил начать переговоры с Украиной о будущем членстве. Зеленский на радостях заявил, что такие обещания для него важнее всякой финансовой помощи. Президент Франции Макрон чуть охладил пыл кричащего о перомохе Зеленского и пояснил, мол, у решения нет никакой юридической силы. Схема стандартная. Говори, что хочешь, выполнять все равно не придется. Все больше стран поддерживают позицию Венгрии по недопущению Киева в Евросоюз. Сначала Словакия, а теперь Австрия. К слову, за полноправное членство Украины в ЕС, последнему придется выложить не менее 190 миллиардов евро. Потратить такие деньги на модернизацию и процветание незалежной европейским чиновникам жалко. Это же не на военную помощь, а дать гораздо большую сумму, лишь бы украинцы гибли в угоду чужим ценностям и геополитическим интересам. Там пару-тройку миллиардов таксущей копейки. Это видео появилось в сети 25 декабря 2018 года. До новогоднего поздравления, вселившего надежду в сердца многих украинцев, оставалось 6 дней. Придется говорить. Ну, придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым, готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Очень либеральный Владимир Александрович обещал сохранить людей и договориться хоть с чертом лысым, лишь бы не умирал ни один человек. Чем все закончилось, всем известно. Между тем, цифра потерь со стороны Киева близится к очередной психологической отметке. Некоторые американские сенаторы уже открыто заявляют о поражении Украины, советуют согласиться на территориальные уступки ради перемирия. Нет ли подтверждения приближающегося к концу режима Зеленского? Бесконечно существовать на западные дотации без какого-либо результата нельзя. Весьма показательной была реакция президента Украины во время брифинга с журналистами в Белом доме. Он так и не ответил на вопрос, сможет ли Киев победить без помощи США. Зеленский, пожимая плечами, лишь молчал. Его американский коллега Байден на вопрос журналистов, хочет ли он победы Украины, просто рассмеялся. Кажется, переход от отрицания и гнева к стадии принятия неизбежного переговором с Москвой для урегулирования конфликта активно набирает обороты. На Горском полигоне в рамках внезапной проверки боеготовности действует один из танковых батальонов. Подразделение выполняет задачи по отражению атаки условного неприятеля, нанесению огневого удара. При этом используются новые приемы и модели действий, в чем убедился наш корреспондент Александр Микульчик. Темное небо, будто кто-то поджигает. Вспышки озаряют все вокруг. Становится понятно. Место действия – полигон. Реактивный снаряд подсвечивают условного противника. Мотострелки совсем недавно пришли поддержать танкистов в этот район. Работают гвардейцы из вооружения БТРов. Неприятеля удается остановить. С рассветом одна из рот приступает на левом фланге к засадным действиям, чтобы блокировать вероятное направление продвижения противника в лесу. По правую сторону бойцы ведут огонь с закрытых огневых позиций. Стреляли по рубежу 8 километров. Мы с задачей справились. Дали координаты с позиции на противника. Первым выстрелом пристрелялись. При помощи дрона нас скорректировали. И дальше мы ввели успешную стрельбу. Дрон на 100% облегчает и упрощает работу танкистов при стрельбе с закрытых позиций. Оппонент стремится прощупать оборону гвардейцев и совершает ошибку. Оценив обстановку, комбат задействует одно из подразделений, применив тактический прием к карусель. Танки располагаются так, чтобы они могли осуществлять прикрытие друг друга и огневую поддержку. Танки находятся в выжидательных районах и по одному. Выходят на указанный рубеж, наносят огневое поражение и сразу скрываются с поля зрения противника. В это время уже выезжает следующий танк с другого направления и наносят соответственно огневое поражение. На скорость движения к месту стрельбы влияет сложность рельефа и погодные условия. Ночной минус меняется плюсовой температурой днем. Изморозь превращают дороги в кашу. Многое зависит от механика, от экипажа машины. Если все делать слаженно, четко и правильно, то машина нигде не встрянет. Погодные условия менялись довольно часто, но на работу это никак не повлияло. Данный тип танка может заезжать на подъем уклоном более 30 градусов. Несмотря на отчаянное сопротивление, противнику не удалось выстоять против гвардейцев. Которые успешно применили ряд новых тактических приемов. И что важно, одержана победа! Служба в армии – это не только наш институционный долг. Это отличная возможность развить свои навыки, развить свою мужественность. Ты развиваешь свою личную ответственность в армии, можно получить новую специальность. В армии мы учимся работать в коллективе. Всегда принимать коллективные решения, нести коллективную ответственность. Что в нашем мире на самом деле сейчас очень необходимый навык. О качествах воинах мечтает каждый мальчишка. Когда смотришь кино, видишь главного героя, какой он храбрый, сильный, мужественный. И хочешь быть как он. И каждый из них говорит то, что он служил. Свои умения он приобрел в армии. Значит и здесь мы есть место в вооруженных силах, где учат быть сильным, мужественным и храбрым. Такие умения не приобретешь в повседневной жизни, а лишь через тяжелый армейский труд. Служба в армии это, во-первых, любовь к родине. Это не только гордость за свою страну, но и осознание того, что она дала тебе, твоим близким. Это то, что находится в каждом уголке. Это то, что ты находишь отпечатки своего прошлого, которые объединяют тебя с твоей землей. Твоя служба – это не только защита нации, но и оказание благодарности в твоей стране за то, что ты получил от нее. Это сила, которая поддерживает тебя в трудные моменты жизни. С курсантами военной академии прошли занятия по альпинистской подготовке. О тонкостях высотной выучки расскажет мой коллега Михаил Павловский. Обязательный элемент в обучении разведчиков – альпинистская подготовка. Цель – побороть страх высоты, научиться управлять своим телом на страховочной веревке, отточить навыки командной работы. На данном макете отрабатываются элементы беспарашютного десантирования с использованием альпинистского снаряжения, такие как канат и веревка. Курсанты в рампу спускались по веревке, также было отделение военнослужащих по канату в дверь с использованием лебедки. Отрабатывается действие десантника в воздухе, а также и безопасное приземление. Восьмерка, девятка – австрийский проводник. С этих терминов начинается каждое занятие. Науки о том, как вязать узлы, курсанты учатся у профессионалов. Чем больше тренировок, тем безопасней путь к высотам. Самое сложное, что нужно при альпинистской подготовке, то это, пожалуй, узлы, потому что, когда ты впервые берешься его вязать, у тебя не сразу все получается. Надо просто тренироваться. Используются различные комбинации узлов, которые в связке образуют очень прочную систему, которая не даст слабину в большинстве случаев, только если сама веревка не будет повреждена. Десантный канат в постоянном натяжении. Пока одна группа спускается, вторая уже поднимается на вышку, имитирующую вертолет Ми-8. Беспарашютное десантирование с использованием альпинистского снаряжения. Один из способов высадки десанта – в труднодоступные места, когда посадить безопасно летательный аппарат невозможно. Одно мгновение. И мы уже на земле. Современный бой определил новые тактические приемы и действия десанта при работе с вертолетом. Наибольшие изменения относятся к этапу высадки. Беспарашютный способ повышает аэромобильность и помогает рассредоточить усилия на различных направлениях в кратчайшие сроки. Способ сам по себе очень нужен в наше данное время, так как система ПВО очень развитая. И, как показывает опыт, без парашютного десантирования наиболее эффективен, так как позволяет возвысить десант в определенной местности так, чтобы ПВО не засекло. Вертолет может зависнуть в воздухе в небольшой высоте. Следовательно, противовоздушная система противника его не засечет. И даже пехоте, у которой есть на вооружении ПЗРК, будет тяжело заметить и сбить такой вертолет, который спокойно высадит десант с помощью альпинистского снаряжения и сможет спокойно уйти. После высадки бойцы могут встретить на своем пути различные препятствия – реки, обрывы, обраги. Их нужно уметь преодолевать, не оставляя следов присутствия. После того, как усовершенствовали свои навыки на данном макете, дальше уже переходят к практическим действиям. То есть работа на реальном вертолете и реальные спуски на местности. Тренировки разведчиков – это фактически розыгрыш учебно-боевой ситуации. Инструкторы моделируют сценарий занятий, добавляют внезапные вводные, расставляют критические точки. Преодолев их, разведчики будут готовы принимать решения и действовать самостоятельно. Мы продолжаем проект, посвященный 80-й годовщине освобождения Беларуси от фашистской оккупации. К декабрю 1943 года советские войска, успешно завершив летнюю осеннюю кампанию, прочно удерживали в стратегическую инициативу. Красная армия вела упорные бои на белорусской земле. Освобожден 1-й областной центр БСР «Гомель», ряд районов Полесской, Могилевской и Витебской областей. Впереди был Витебск. Продвижению на Витебск сильно мешал городокский выступ. Это был хорошо оборудованный в инженерном отношении оборонительный рубеж, который немцы назвали «Пантера». Его защищала значительная группировка из состава 3-й танковой армии группы «Центр» и южного крыла 16-й армии группы «Север». Этот участок представлял большую опасность, так как отсюда враг мог нанести удар во фланг и тыл соединением с Западного фронта. В своих мемуарах маршал Советского Союза Иван Баграмян вспоминает, что при назначении его на должность командующего 1-м Прибалтийским фронтом Иосиф Сталин отметил, «Мы решили передать 11-й гвардейскую армию в состав 1-го Прибалтийского фронта и возложить на вас задачу разгробить городокскую группировку войск противника и овладеть Витебск. В Баграмяна, как полагают исследователи, была возможность прямым штурмом взять Витебск. Это было бы весьма показательно в первой же операции на должности командующего». Но победа досталась бы невероятно высокой ценой. Поэтому Баграмян внес в Ставку Верховного Главнокомандования предложение о проведении серии последовательных операций. Замысел заключался в том, чтобы встречными ударами 11-й гвардейской и 4-й ударной армии в направлении станции «Бычиха» прорвать оборону противника на флангах городокского выступа, окружить и уничтожить его группировку, а затем, развивая удар на юг, наступать на Витебск. Баграмян заведомо шел на весьма рискованный шаг, решив надести главный удар на правом фланге, где была открытая болотистая местность, затруднявшая скрытное создание группировки и наступательные действия войск. Но и для противника этот план стал стратегическим сюрпризом. Немцы полагали, что при сложных условиях местности и погоды наступление крупных масс советских войск на это направление и исключается. Решающий бой за городок начался 23 декабря 1943 года. После часовой артподготовки красноармейцы пошли вперед. Разгорелись ожесточенные рукопашные схватки в траншеях и ходах соединений. В ночь на 24 декабря на штурм была брошена 5-я гвардейская дивизия. Преодолев русло реки по льду, гвардейцы ворвались на северную окраину города. В этом бою участвовали и бойцы партизанской бригады имени Кутузова. В тесном взаимодействии воины уничтожили важный узел сопротивления в районе вокзала. Остатки вражеского гарнизона отступили из населенного пункта в сторону Витебска. 31 декабря войска фронта подошли к оборонительному рубежу северо-западнее областного центра. Попытка прорвать линию защиты сходу оказалась безуспешной. Сказалась нехватка сил и усталость войск. Из-за плохой погоды почти не действовала авиация. Отстали тылы, ведут бездорожье, нарушился подвоз боеприпасов. Ставка отдала приказ войскам Багарвяна временно перейти к обороне. В ходе городокской операции войска 1-го Прибалтийского фронта освободили свыше 1220 населенных пунктов, уничтожили более 65 тысяч и пленили 3300 солдат, офицеров и генералов вермахта. Срезав выступ, Красная армия нависла над северным флангом группы армий «Центр» и нарушила ее фланговую связь с соседней группой армий «Север», которая вынуждена была начать отход на запад. Открылись также возможности дальнейших действий в районе Витебска, удара по Полоцку и на территории Прибалтики. В ознаменовании одержанной победой 12 соединениями частям, отличившихся в боях, было присвоено на минование городокских. Москва салютовала нашим доблестным войскам 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий. В мае 2018 года в городке возникнут памятник Бюст, командующий Первым Прибалтийским фронтом маршал Ивану Баграмян. Жители чтят память о своих осовладителях. С сентября по конец декабря 1943 года Красная Армия освободила от немецкой оккупации 36 районных центров и сотни других населенных пунктов, что составило примерно пятую часть территории республики. Наступал 1944 год. Главные сражения за Беларусь были еще впереди. Вы смотрели «Арсенал», с вами был Дмитрий Лобейко. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте vntv.mil.by и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго. До встречи на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». «Беларусь-23». «Беларусь-24». Редактор субтитров А.Семкин